всем привет сегодня я хочу поговорить о вещах скажем так которые подсказывают мимо нашего внимания мы их не замечаем на самом деле то в них скрыты очень интересные такие вот жемчужинки вот например есть у меня вкладочка для предпринимателей на сайте идем сюда значит эту рубрику ведет василий козельский очень умный предприниматель он может быть говорить красиво не умеет ну я вам советую вот что вы посмотрите его ролики с той позиции что о чем человек говорит и как говорит вот например возьмем например такую тему почему зачем и как я устанавливаю линукс зайдем на нее посмотрим что здесь ну вот вот его ролик и к величайшему стыду я заметил что его посмотрела лишь двести восемьдесят шесть просмотров было а ролик этот заслуживает ну может быть в 10 или в 20 раз больше просмотров почему потому что здесь человек делится своим практическим опытом внедрение линукса в детсадике школы в дома культуры там в колледже и так далее то есть на понимаете это практический опыт человека и причем человека который в этом деле преуспел который не просто занимается линуксом а который делает на этом деньги а как а вот возьмите эту рубрику и почитайте внимательно вот она раздел называется для предпринимателей отбросьте то что вашему слуху не очень понравится ну как говорится всегда смотрите в корень вот самое что главное когда вы поймете то о чем говорит человек у вас к нему возникнет гораздо больше уважения и вы всегда с ним сможете связаться там написать ему спасить то что вас интересует и так далее это это человек который в россии зарегистрировался как частный предприниматель и внедряет линукс во все учреждения которые ему говорится доступны садики школы колледжи и другие учреждения вот и весь сказ я вам могу привести просто короткую выдержку из его вот это вот ролика почему зачем и как я узнаваю линукс ну скажем так я ее подредактировал сократил до минимума но вы не поленитесь и посмотрите и для многих из вас многие вещи станут понятными что понимаете и на линуксе можно зарабатывать честно хорошие нормальные деньги если допустим у вас имеется какие-то там проблемы там с работы или еще что то но вы прошли допустим основы вот уроки для начинающих всего лишь пять уроков поварились в этом деле где-нибудь там полгодика годик освоили там самые различные линукс системы затем пошли к василию в ножки к нему поклонились и попросили василия а как установить допустим ту же линукс систему но уже не на простой компьютер а как на несколько компьютеров как сеть сделать и так далее ну и что вы думаете ну вам откажет нет так вот когда все это вы у себя проварите там переварите и так далее у вас будет прекрасный собеседник и прекрасный наставник потому что василий в россии знает очень хорошо законодательство а как оформить себя допустим как индивидуального предпринимателя раз какие документы для этого потребуется какие могут быть там уловки и так далее он вам просто-напросто все ну честно расскажет вот и все и при этом вы избежите ну многих многих и многих ошибок вот чем дело то дальше вот я вот после моего краткого вступления сейчас приведу его значит отредактированный мной ролик чтобы вам было скажем так не скучно смотреть его вот но должен вам сказать что вы поймите я это сделал только для того чтобы вам было это легче воспринять а вот то о чем человек говорит ну представьте вот у человека имеется практический опыт внедрения линукса в россии и человек вам показывает как это можно сделать и у вас может появиться очень хороший или дополнительный источник дохода а может быть основной а кто знает ну вот линукса штука очень интересная я значит я линукс очень говорится люблю но здесь конкретное применение то есть у человека практический опыт а если он у вас такой если есть пожалуйста напишитесь я вам дам права и вы будете вставлять вот в внедрение линукса и поэтому если у вас какие-то там проблемы там с работы там или еще что то если вы хоть мало-мальски мыслите в компьютерах вот он реальный законный способ как говорится зарабатывать не нарушая закона там не продавая там товары которые не подлежат продаже там и наркотики там все эту дрянь и гадость вот пожалуйста образование внедрение линукса детские дошкольные учреждения в школьные учреждения в колледжи там в институты университета а кто вам мешает основы вот данные берете пользуйтесь ставите разные линукс системы приобретаете необходимый опыт по вопросам сетей обращаетесь к василию ну попробую я еще может быть связаться у меня есть очень хороший знакомый в германии лев белкин большая умница просто я лишний раз его не хочу беспокоить но тем не менее и если лёва сможет что-то вам подсказать у вас будут очень хорошие материалы если вы все это дело говорится пройдете усвоите ну как говорят с молоком матери вот приобретете необходимый опыт ну и пожалуйста флаг вам в руки перед вами вся россия господа огромное количество там городов деревень там поселков и так далее везде где вы сможете предложить свой талант и как говорится не за спасибо а скажем за нормальные деньги поэтому значит я сейчас перехожу к тому что значит включаю отредактированный мной видеоролик значит василия но немножечко длинный но чтобы в основном поняли его концепцию когда вы ее уловите вы прибежите вот на эту рубрику и просмотрите все его рублики все его ролики от начала до конца вы поймите что он не профессиональный диктор он не профессиональный рассказчик вы смотрите вернее слушайте и смотрите о том что он говорит вот самое главное а говорить то человек по делу вот в чем дело поэтому я вам всем рекомендую посмотрите потому что вот когда я посмотрел что допустим тут было там 290 у человека 6 просмотров у умнейшего человека кстати между прочим умнейшего предпринимателя да ё-моё да что это такое значит он выложил ролик сейчас я вам скажу 23 августа 2017 года и всего лишь 286 просмотров это что россияне не интересуются вопросами денег что ли да бред каждый нормальный человек хочет нормально зарабатывать но если вы этого не поняли вот из этой рубрики ну тогда извиняйте просто читать нужно между строк а не так что там кто-то красиво говорит у кого-то там внешность приятная там это все пято десятое вы смотрите о чем идет речь а тут вам дан бесценный опыт как что и где там применялось какие у человека были проблемы как он их решал не проходите мимо ну ладно я переключаюсь на вторую часть моего видеоролика потому что считаю что она очень ценная поэтому пожалуйста значит отпишитесь мне понравилась ли это вам идея что на линуксе можно и нужно зарабатывать хорошие деньги независимо от вашего возраста независимо от вашего пола независимо от вашего вероисповедания и так далее просто посмотрите внимательно его видеоролики ну ладно переходим значит к показу его видеоролика немножко я его там подрезал чтобы вам было ну скажем так попроще смотреть за что прошу у василия прощения но если кто захочет посмотреть его полную версию вот пожалуйста полностью его видео версия нажимаете сюда попадаете сюда и смотрите его видеоролик как говорится в некупированном составе так так что я вам крайне рекомендую особенно тем кто озабочен скажем денежным вопросом причем я я предпочитаю скажем так законные пути обогащения там не криминал ничего а вот именно нормальные хорошие способы скажем заработка это я вам крайне рекомендую ну ладно переходим к его видеоролику устанавливаю линукс в образовательные учреждения в основном в дома культуры и в детские сады что для меня это и рекомендации и определенный опыт и деньги что тоже немаловажно вот и вот потому что изначально это было некий эксперимент а сейчас это уже перешлось стадии эксперимента в некую стадию осмысления то есть действительно вообще есть смысл мне дальше продолжать это делать или нет смысла зачем и почему поэтому вот это я говорю изначально ну честно говоря прежде всего это коммерческий интерес зачем за деньги очень хороший потенциал как операционные системы движет мною во вторую очередь вот хотя по большому счету можно его поставить и на первое место в плане приоритетов да пожалуй мы так и сделаем потому что изначально все-таки был интерес а потом пришла некая коммерческая составляющая ну и собственно как как то есть то есть в результате вот своих опытных действий в плане общения с директорами школ детских садов и домов культуры я пришел к некой схеме которая выстроилась у меня в голове частично которой я делился вот значит видео схема действий часть первая часть вторая значит общего характера схема которая позволяет понять увидеть и значит решить как и что делать поэтому вот для себя я выстроил приоритеты почему потому что изначально линукс меня очень сильно заинтересовал я им заболел вот зачем коммерческая выгода очень хорошие деньги как как схема действий значит это непосредственно уже реализация установки линукс и адаптация данного линукса значит под задачу учреждения значит каковы мои цели то есть вот собственно отчасти почему это видео я и пишу то есть я задумался действительно зачем я все это делаю с приоритетами понятно тут как бы я уже озвучился а вот вот реально цель что я хочу ну потому что когда-то вот Алексей Романов поделился опытом со всеми остальными и сейчас это вот вылилось вот в этом вот то что вы видите перед собой то есть это сайт это обучающие уроки я думаю изначально но Алексей не планировал всего вот этого вот вот то есть это как уже следствие его идеи что ли такой вот поделиться с народом поэтому в данном случае я тоже ничего не планирую непосредственно но это вот некая обратная связь я делюсь опытом опытом какого рода то есть я не специалист по линуксу имеется ввиду в том плане что я не программист я не пишу программы я не занимаюсь разработкой какого-то рода специализированных систем по большому счету можно характеризовать мой уровень как ну выше чуть выше среднего имеется ввиду в линукс значит просто у меня большой опыт работы в частности под windows операционными системами и установки этих систем для обычных пользователей и для организации в этом смысле это сыграло определенную роль в плане освоения линукс но тем не менее я обычный пользователь ну выше среднего уровня значит к тому же я индивидуальный предприниматель и мой опыт позволяет мне очень хорошо общаться с руководящим составом фирм малого и среднего бизнеса также с руководством госучреждений договариваясь с ними об установке настройки модификации или оптимизации программного обеспечения любого не важно windows это или линукс в данном случае я сделал для себя выбор приоритетом линукс операционной системы вот вторая моя цель так или иначе я делаю себе рекламу рекламу опять же рекламу в плане вот этого своего направления установки и адаптации программного обеспечения по любые задачи учреждения как индивидуальный предприниматель естественно что они обо мне думают мне по большому счету абсолютно не волнует важно что я могу ссылаться на этот сайт как на ресурс при договоренности с другими руководителями не важно школы детские сады фирмы учреждения не имеет значения то есть для меня этот сайт рекламная очень хорошая площадка за что опять то есть я не хочу никого ничему учить это не моя задача это очень хорошо получается у Алексея в плане видео по линуксу то есть моя функция и задача не обучающая можно скажем так озвучить что я популяризую вот в школах есть сада автомах культуры в других фирмах которые которым интересен линукс и его использование то есть моя задача популяризационная скажем так а не обучающая либо какая-то еще иная ну и естественно кроме популяризации мною движет прежде всего и коммерческий интерес скажем так вторая часть моей мотивации в этом направлении в смысле направлении линукс то есть если бы мне линукс не приносил денег то ну не то чтобы я им не занимался я бы занимался для себя естественно но вот для других маловероятно что бы я стал это делать вот поэтому коммерческая составляющая здесь это пятьдесят процентов моей мотивации в рамках того чем я занимаюсь значит пять школ семьсот пять в самом омске сто девяносто школ то есть семьсот пять школ и сто девяносто школ то есть всего по омску и омской области получается восемьсот девяносто пять школ значит две из которых уже используют линукс при моем участие значит теперь давайте посчитаем мне принесла либо приносит в плане моего дохода и общесуммарного дохода по расчету школы со мной наличными и дохода полученного от доступа к аудитории данной школы в лице школьников и их родителей а также учителей в том плане что они имеют собственные компьютеры которые обслуживаются у меня и на которые я ставлю линукс то есть так или иначе но некая средняя составляющая дохода от одной школы сто тысяч рублей при условии того что наносит сто тысяч рублей по времени вот здесь да есть нюанс то есть окупаемость этих сто тысяч в какой период времени но в среднем в среднем это затяжка месяц месяц полтора скажем так при опять же педпроцесс доступ к компьютерам тоже имеет значение в этом смысле в какой-то школе это может допустим затянуться на два три месяца то есть вот эти сто тысяч рублей а в какой-то школе это может быть месяц или чуть больше то есть вот здесь вот это время которое растягивается за которое получаешь ты свою сумму за выполненную работу то есть установки linux и работа с компьютером с компьютерами как учащихся личных компьютеров имеется ввиду так и компьютеров школы то есть оно может быть растянуто от месяца до трех а может и больше тут на самом деле все зависит уже от вас от того как вы договоритесь с руководством в плане работы поэтому обычно от месяц школ умножаем на вот этот суммарно заниженный средний доход от одной школы в период от месяца до трех растянутый значит на сто тысяч рублей умножаем на сто тысяч получаем восемьдесят пять миллионов рублей восемьдесят девять миллионов рублей пятьсот тысяч это это математика я просто считаю калькулятор выдает то есть это доход который может быть получен от вот этих восемьсот девяносто пяти школ области и города омска при условии того что с вами заключен договор школа заключает договор вы выполняете свою работу ставите операционную систему линукс отлаживать ее под задачу учреждения имейте доступ к аудитории и компьютеры параллельно и учащихся и родителей и учителей и сумма поверьте мне будет больше 100 тысяч рублей опять же еще раз повторюсь это усредненный показатель вот это общая сумма на самом деле конечно это некая теория которая сейчас присутствует но эта теория присутствует в статье вот это количество соответственно и сумму отельского школы сумму надо получаем 44 миллиона 750 тысяч рублей ну в любом случае это сумма это работа это интересное творческое достойное дело которым вы можете заниматься вот значит и собственно окупаемость вот этого дела у вас перед глазами 44 миллиона 750 тысяч рублей это только школы одной области поделенные на 2 но даже если их поделить еще на 2 части ну так для подстраховки делим на 2 получаем 22 миллиона рублей тем не менее это остается по-прежнему сумма которая интересна вот то есть и собственно вот она прибыль вот она монетизация которая может быть принесена вам как доход конечно многие могут задать вопрос о юридической правомерности о сложности заключения договоров со школами о том что не каждая школа пойдет на подобного рода эксперимент понимаете здесь есть еще такой момент можно сидеть теоретизировать фантазировать а можно пойти и делать и в реальности получается что когда ты идешь и делаешь все получается проблем нет ни с договоренностью на уровне директоров ни с интересом школ потому что пока вот школы они зависят от министерства образования а министерство образования зависит от бюджета вложенного в него нашим правительством российской федерации так вот в бюджет не вкладывается внедрение линукс и установка линукс в школы она приветствуется говорят то есть условно условно дословно текст примерно такой мы не против и очень даже хорошо если в вашей школе будет стоять линукс но денег на это нет и не будет но если вы сами самостоятельно этот вопрос решите вам только плюс мы вас всячески поблагодарим похвалим грамоту дадим и выставим вас значит на всеобщее обозрение но денег на это вам мы не дадим и в ближайшем будущем скорее всего этого и не будет то есть министерство образования одобряет переход на линукс но денег на это оно не даст вот а вы я ну имеется ввиду если инициатива присутствует в подобного роде значит услуги которую оказываю я то есть ты приходишь в школу неважно как ИП как некая организация допустим внедряющая линукс в учреждения то ты сам приходишь к клиенту бегают за тобой в поисках потому что у них денег нет на это вот а ты сам находишь своего клиента и клиентов этих 895 школ только по Омской области а сколько у нас областей 46 областей 22 республики 3 города федерального значения 9 краев автономной области 4 автономных поле поле деятельности для реализации скажем так и творческой и коммерческой прежде всего оно огромное сколько у нас скажем так школ то есть только в одной Омской области их 895 а сколько и в других областях рядом Пермский край Свергловск Ханты-Мансийск Тюмень Нашкортостан да вся Россия перед перед вами и передо мной в частности а деньги вот они деньги и это только одна область то есть еще раз повторюсь здесь не надо сдерживать сдерживать себя или бояться чего-то чего бояться правительством российской федерации линукс одобрен давным-давно министерство образования его только рекомендует и любое другое тоже вот ставьте ну вопрос в том кто это будет делать и за какие деньги вот это уже другой вопрос вот поэтому вы можете быть этим кто-то кто это делает вот теперь ну со школьной все понятно перейдем к детским садам значит по детским садам у нас в Омской области ну у нас имеется ввиду в Омской области у нас 4555 детских садов 4555 детских садов вот два детских садика мне принесли в целом опять же усредненный суммарный доход около пятидесяти тысяч рублей вот то есть если сделать примерно такой же подсчет вот у нас 4555 детских садиков блин у нас я уже не там ну ладно в Омске в Омске в Омской области значит вот такая сумма детских садов 4555 умножаем на блин умножаем на пятьдесят пятьдесят тысяч рублей раз два три получаем так что-то у нас получается 227 миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей ну как бы больше да в несколько десятков раз чем в прибыли идущие от школ почему потому что детских садов больше чем школ значит сократим эту цифру то есть 227 миллионов рублей обтумайтесь в эту цифру сократим ее допустим ну не на два опять же с учетом того что не с каждым это ее пермитят не с каждым садиком детским вам у вас получится договориться ну не на два пусть давайте уменьшим эту цифру на пять разделим то есть с каждым пятым садиком будет допустим идти минус какой-то там значит минус в том плане что договоренности по установке линукс у вас не будет получаем 455 не вру 45 миллионов 550 тысяч рублей эта сумма вот она у вас перед глазами это математика здесь просто сумма больше почему потому что еще раз повторюсь детских садов больше в каждом учреждении в каждом доме есть компьютер и не один компьютер то есть обычно два три компьютера то и больше то есть и в этом плане необходимость востребованность линукс операционных систем огромная потому что windows это просто катастрофа ладно не будем сейчас о windows и о сравнении вот вот и в этом смысле опять же когда вы приходите сами в детский сад и договариваетесь с заведующим то есть не он за вами ну не то чтобы бегает а ищет вас а вы сами приходите приезжаете предлагаете услугу а если у вас уже есть опыт авторитет и за вами несколько десятков учреждений переведенных на линус вам только плюс и вы всегда договоритесь а это работа это деньги вот они эти деньги значит дома культуры ну их поменьше вот в частности в омске шесть домов культуры получается один дом творчества здесь вот в моем опыте значит вот тот дом культуры который с которым я который последний в смысле он пока первый и последний где я установил линекс он принес мне прибыль в районе вот двадцати тысяч рублей естественно большую прибыль получается если по сумме считать приносят детские сады почему потому что их больше чем школ на втором месте у нас идут школы на третьем дома культуры но на самом деле школы приносят и принесут больше денег почему потому что в школе больше учеников а в детских садах дети то есть там доступ к аудитории на самом деле небольшой это родители детей и персонал детских садиков в доме культуры тоже аудитория небольшая то есть это в основном руководящий состав коллективов руководители художественный руководитель директор а все дети которые приходят дома культуры их интересует не столько линукс сколько то что предлагает дом культуры то есть здесь очень сложно в плане аудитории продвигать вот продукт линукса и возможности его установки для данной аудитории по домам культуры и по детским садам а в школах это как раз нормально 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 в том плане что школа это вот на самом деле огромный потенциал в плане коммерческой составляющей значит за установку операционной системы и естественно за обслуживание компьютеров и установку на компьютеры школьников и родителей школьников и учителей этой же операционной системы вот значит ну сумму вы все видели посчитали то есть я на ваших глазах все это посчитал для чего я это сделал еще раз я сделал это в основном для себя и мое видео это просто ну скажем так вот возможность поделиться своим опытом потому что когда-то своим опытом поделился со мной Алексей Романов и не только он я делаю себе рекламу непосредственно вот в разделе предпринимателей выкладываю видео о том что я делаю и собственно какую ну может быть опять же рекламно такую рекламную задачу я преследую то есть в данном смысле я планирую вот значит и статьи выкладывать ну хотя на статье честно говоря времени нет скорее всего здесь будет выкладка в основном видео то есть задача в чем в том что перевел я допустим одну школу такого-то района на линукс некий отчет в виде видео выложен такая-то такая-то школа переведена на линукс раз перевел вторую школу на линукс опять выложил видео в разделе предпринимателей что вторая там третья пятая двадцатая сороковая там сотая школа переведена на линукс то есть получится некий видео отчет по факту перехода учреждений на линукс вот сейчас пять учреждений переведенных это один момент то есть люди будут видеть вживую что да оказывается не все так страшно как об этом говорят вот хочу и не несу в себе какую-то образовательную составляющую и никого ничему не учу я делюсь опытом делаю себе рекламу и выкладываю информацию как некая обратная связь по факту того вот что делаю я что делает Алексей и что делают другие ребята в плане того что вот Алексей у него интересная идея значит обучающая то есть он популяризует линукс через видео уроки здорово ну что он скажет здорово и вот получается я это делаю вот так то есть устанавливая линукс в образовательные и необразовательные учреждения выкладываю некое отчетное видео и делюсь с людьми тем как насколько у меня это хорошо или не хорошо получилось то есть что у меня хорошо что не очень хорошо то есть я вот так популяризую линукс и зарабатываю на нем то есть имею с этого деньги и собственно этим я и делюсь с вами опять же для меня это вот некий результат который вот к которому я пришел то есть началось все с простой помощи обычной сельской школе то есть без всякого коммерческого какого-то интереса просто вот помочь и все потом возникла идея эксперимента вот этот эксперимент сейчас привел вот вот к такой системности к таким цифрам и к такой перспективе то есть возможно для кого-то из вас это может оказаться полезным это и род деятельности и и творчество и коммерческая составляющая поверьте мне очень перспективная вот значит значит что еще хотел сказать ну в принципе пожалуй все то есть еще раз подведем итог значит началось все с помощью обычной школе сельской в плане доведения до ума их компьютеров потом возникло предложение поставить линукс решили попробовать этот эксперимент он оказался удачным одна вторая школа детский садик дом культуры и в итоге это этот такой спонтанный эксперимент стал приносить очень хороший доход в той схеме которую я вам показал если делать это все системно целенаправленно и профессионально это очень хорошие деньги это благое дело на которое по идее государство должно выделять деньги а здесь получается ну я выполняю за государство его работа меня это устраивает на основе того коммерческого интереса который я получаю вот поэтому значит сейчас я подошел вот уже некой систематизации своих действий осознанию того что я это буду делать более системно более профессионально и собственно более практично о чем собственно вот и это видео я уже как мог объяснил показал рассказал поэтому я с вами делюсь рекламный свой интерес я использую для вас это может быть возможность вот подобного рода деятельности вот вот так спасибо всем Алексею еще раз спасибо до свидания и удачи и удачи